как дела у тебя нормально хорошо что делаешь в ветке сижу ты наверно забыл мы с тобой общались как скажешь я с ваш не запоминаю меня все практически на одно лицо я понял ну то есть и не определяет разницу людей а все одинаково для меня все на одно лицо логично логично как ладно давай так как там этот вы когда будете смотреть даже не так я немножко парюсь потому что бы просто ничего не думал о них да вы стремились европу правильно первые первый ряд обязательных пунктов мы выполнили сейчас вторые затягиваются в этом году нас европейский союз наконец-то пригласил мы подали заявку стали кандидатами члены начинался еще со второго срока леонида кучмы при ященко этот процесс был запущен полноценно при янукович этот процесс был в тринадцатом году в конце порошенко его восстанавливал а при зеленском и подали заявку наконец-то вступление евросоюз и не такой легкий процесс для того чтобы стать только кандидатом члены это должно быть одобрение всех членов евросоюза там даже чтобы стать кандидатом члена чтобы тебя появилась возможность вступить стать кандидатом нужно что все члены одобрили это привет о чем поговорим за предлагать его политика война и старик кровету больше нет давай поговорим об этом задавай вопрос кто победит войне какой россия украина украина поэтому россия оба сной у нас больше вооружения у кого было больше вооружения у советского союза или на германии да да это мой вопрос ты же свой вопрос задал ответил на этот вот теперь следующий у меня вопрос ответил украина у кого больше вооружения было о советского союза или на германии простой вопрос чувак ты неправильно поставляешь свой вопрос у кого во времена мы говорили у кого во время у кого давай давай тебе справлю с этом вопрос у кого во время второй мировой войны а мы конкретно в период 41 по 45 было больше вооружения у германии или советского союза так ответь не на вопрос так так тему мы уже закончили вот ответ на вопрос как легко вас область как легко вы сгибаете как легко давай сходим привет здорово о чем поговорим не знаю предлагаю политика война история вообще с украинцами общаюсь ну да войне о мире больше о мире хотелось бы задавай вопрос как считаешь то что было в стамбуле переговоры это было выгодно для украины условия и будут ли они лучше в будущем какими как каковых условий в стамбуле не было был протокол разногласий по интересам обеих сторон и было и мы видели официально только один документ это предложение о том как они видят мирное урегулирование со стороны российской федерации варианты украинской стороны мы не видели поэтому мы не знаем какие условия были стамбуле мы знаем только условия которые озвучивались мы знаем только условия которые озвучивались российской федерации и они являются мягко говоря невыгодными так как в этих условиях отсутствует такое понятие как гарантии безопасности могу объяснить почему почему зеленский не рассказал вообще об этом ничего хочу о чем ничего за мы знаем условия которые нам поставила российская федерация в этих условиях нету гарантии безопасности о чем говорить о промежуточном этапе не смотрю что мы знаем мы знаем об этом мы знаем об этом из открытых источников только что что россия хотела без я нейтральный статус чтобы украина не было ни в каком блоке либо альянсе и сокращение украинского вооружения со стороны это это знаем со стороны россии что мы знаем что это означает данный пункт разберемся это то что мы знаем в этом пункте мы нам неизвестно каковы гарантии того что на украину никто снова не нападет дальнейшее описание это то что у россии отказывается от полностью донбасса украинской части но а по поводу крима мы продолжаем вопрос дипломатическим путем но снова ж таки поднимаем вопрос если мы рассматриваем от данное предложение со стороны российской федерации которые выдвинутая она не сказать бы что совсем плохое но каковы основные гарантии что россия снова не нападет вот исходя из этого договора так как у украины нет никаких военных альянсов согласно этому предложению украина нет никакого союза то есть нет никакого государства в будущем которые в случае агрессии третьей стороны данном случае третья сторона это российская федерация мы говорим про будущее последствий снова нападет снова потом получать вооружение от стран партнеров ну как бы это не совсем то нужно гарантии чтобы нас больше не напали поэтому для того чтобы было гарантии что на тебя больше не нападут нужен какой-то военный союз с каким-то государством который находится то есть это недалеко от тебя который может оперативно там грубо говоря в течение там 48 часов прийти на помощь вместе своими выраженными силами то есть данное предложение исключает такую возможность это все что мы знаем просто ну хорошо что вы получили в итоге мы получили в итоге мы получили в итоге получили в итоге что мы получили полученный момент получили первую гарантию а так хочется мы получили в итоге что получили первую гарантию от великобритании которая приехала и подписала с нами договор о гарантиях безопасности это первый существенный договор на международном уровне Украины с другим государством. Какая сегодня тема возгоняется? Политика, война, история, как обычно. Что там по истории сегодня? Еще не было ничего. Дальше развала Советского Союза мы не зашли. Кто его развалил-то? Да никто. Он просто прекратил свое существование. Прямо повнил. Его развалило внешне и внутренне экономические и политические отношения тех, кто управлял этим всем парадом. При таком бюджете пытаться угнаться в гонки вооружений с государством, чьих только военный бюджет 20 раз больше, чем бюджет твоего государства, как минимум глупо. А что сейчас получается? У кого? В России. Что в России? Ну получается... Военный бюджет России 80 миллиардов. Военный бюджет Америки 800. Америка это государство армии пятого плюс поколения вооружений. Россия это армия третьего плюс поколения вооружений. Если вы это называете... для Америки для Америки для Америки уничтоженный эсминец это просто пыль, так как у них заложен бюджет на его восстановление, для России уничтоженный десантный корабль это огромный урон, так как восстановить он его может только там лет через 10. Поэтому... Чуть пораньше... Поэтому у нас... Поэтому у нас как бы огромный пример того, что... И даже сейчас Россия не может угнаться, потому что она не пытается. Так, вопрос. Вопрос. Следний победу американцев. В чем? В чем-нибудь. В плаке. В поле боя. В Америка воюет? Да, последние... Ну хорошо, ну хорошо, Йемен. И что, победили? Сюда обстреливают? В смысле обстреливают? Обстреливают, конечно. Какой последний обстреляли когда? Да на самом деле это... Конкретный вопрос, конкретный ответ. Когда последний кораблик обстреляли? Вчера как? Вчера. Какой? Ну слушай, я не держу руку на пульсе. Давайте посмотрим, когда обстреляли хуситы последний корабль. Когда обстреляли хуситы? Вопрос провокационный, так как, по сути, Америка не воюет ни с кем. Но когда обстреляли последний кораблик? Я же говорю, вчера. Какой? Да я не помню какой. Я же говорю, напоминаю, что был. Супер, супер ответ. Спасибо, что показали, что очередной раз, что россияне не умеют общаться фактами. Давай посмотрим, если... Давай. Тебе стримеру лень, посмотри, я посмотрю. Лень что? Посмотри, что там? Посмотри, по три. Что ж такое? Здесь русского нету, где момент? Смотри, итальянский. Смотри, не получается. Что ж поделать? Что же так? Что же так? Что же делать? Как хуситы по-английски пишутся? Ну, испанец, куда ты? Испанец. О чем поговорим? Я не знаю, дайте Спартак московский побеседуем. То есть, вы считаете, что я из Украины, могу обсуждать московский Спартак? О, есть, как встречали московский Спартак в 1980-е годы в Киеве? В 1980-е? В 1980-е? Да. В 1980-е годы в Киеве. Перед каким матчем? В Киеве. В Киеве. В Динамо Киеве, да. Как встречали фанаты киевского Динамо московский Спартак в 1980-е годы? Зачем вы задаете изначально абсурдный вопрос? Вот как фанаты встречают, допустим, я не знаю, в Киеве. Давайте уточню вопрос. Какой песней встречали фанаты киевского Динамо в 1980-е годы в Советском Союзе московский Спартак? Ну, я не знаю, я не жил тогда в 1980-е. Не, я жил, но я не ходил на те матчи. Вот эти вы сказали, какие годы в 1990-е, я бы вам сказал. В 1990-е тоже встречали. Ладно, где? В Киеве. Ладно. И какой? Песня, там слова такие есть. Москва в Батьку Нашбандеру. Не, не было. В Советском Союзе. Не было такого. Было. Можете перепроверить? Не было. Да не было. Зачем мне проверять? Не было такого. Перепроверять вы не будете, но вы уверены, что не было. Я понял. Киеве не было. Да и точно не было. Киеве не было. Точно не было. Вы там не были, но вы уверены, что не было. Я услышал. Обычный, Обычная стадия отрицания называется в психологии. Не-не-не, этого не было. Не-не-не-не-не. Я понял, хорошо. Вопрос тогда следующий у меня. В каком году в Советском Союзе отменили чествование Великой Отечественной войны? Нет? Мне кажется, ты похож. Ты так-то похож, в принципе. Да не подгоряй. Ты украинец, да, Эд? Ну, я вижу по твоему флагу. Сам задал вопрос, сам ответил. Какой молодец. У тебя стол скрипит. Так, констатирую факт. О чем поговорим? Ну, предлагайте вопросы какие-то задавайте. Политика, война, история. Есть вопросы интересные? Что интересует? Меня интересует? Да мне ничего не интересует. Я смотрю, чем вы занимаетесь. Ничего не интересует. То есть тебя интересует, чем мы занимаемся? Это уже не ничего. Да, какие вас вопросы занимают? Меня интересует только один вопрос. Причина вторжения России в Украину. Ой, а знаете, давайте... Давайте. Убудимся в этом плане в истории Украины на 18 век или там где-то 17. Что? Вы же так рассуждаете. Вы в своем уме, мужчина? Причем здесь 18 век? Нет, это ваша пропаганда. Когда вы говорите, что Украина родилась там где-то в 17-18 веке, которая всю жизнь это прористояло в России. Что? Это ваша пропаганда. Что? Это такое дело, понимаешь? Что? Причем здесь 18 век? Россия вторглась в Украину. Вы свою историю не читали, что ли? Россия вторглась... Украина началась там еще в 18 или 17 веке, в которой там вечно она сопротивлялась России, правильно? Я по словам подыгрываю. Что? Россия вторглась в Украину в 14 году? Причем здесь 18 век? Нет, это просто... Украина, как и Россия, Украина, как и Россия, мы не говорим про историю. Которая выкопала это, черные моря, которая там, знаете, победила Хан Хана Батыя, там, не знаю, они там есть об этой истории, там, Европы повернула, понимаете? Давайте об этом поговорим. Ну, вы же, вам же так же нравится, правильно? Нравится как? Это лечится, кстати, мне интересно. Вы у врача давно были? Хорошо, а вы были? Я да. Хорошо, а вот, допустим, вы... Недавно полный медицинский осмотр проходил. Да, проходили. Допустим, в каком году, например, извините, я вам спрошу определенную вещь. Какую... Какой год Украина образовала, ну, заключила, что она отдельное государство? Как и Россия в декабре месяце 91-го года. Договором о создании независимых государств. Не так. В этом году Украина была против. Они заключили в 92-м. Уже позже, да. Что в 92-м? Потому что они немножко... А, а, это... А, а, что? А, это... Они не хотели. Что они хотели? Что? Что они хотели?